Это не безопасно. Если вас будет сильно качать ученицы, с корабля на обал. Моя бейсболка подобрана под ветки. Мужчину этот пипец как не красят. Друзья, я говно, да? Ну, она у нас девочка такая с характером. Я, короче, зануда, да. А такие образованные вот. Нет, ну вниз. Друзья, всем привет. Всем доброе утро. Вы на канале Чернова ТВ. Подписываемся сразу же на канал. Сейчас мы находимся у нас в спальне. Там действительно я, Настюшка и Максимка наш. И мы давно уже хотели сделать, отодвинуть кровать от батареи, от подоконника, потому что это небезопасно. Потому что Максимка стал уже ходить, он уже сам залезает на диван, залезает на кровати разные сам и ему без труда, если он захочет, он может залезть на подоконник, открыть окно, даже не открыть, потому что у нас окно открыто часто полностью. Постоянно. Постоянно, потому что очень жарко дома. Так, вот здесь получается у нас, у нас с нами с нами кроватка, это Максимкина кроватка. И вот находится окошко, он может спокойно залезть, пролезть, подняться и встать на подоконник, потому что мы с вами должны это все передвинуть как можно дальше от батареи, хотя бы на полметра. Те, кто с нами давно, вы уже знаете, что мы эту кровать и эту кроватку двигаем каждый раз. то сцеды, то сцеды, то нам нравится, то нам не нравится. Ну что, вот так вот мы сделали, и так нам каждый станет намного все безопаснее и даже лучше. Теперь мы можем лежать, а то я лежал в стороне и смотрел телик, у меня тут же косоглазие, а то теперь можно в последнем лежать и никакого косоглазия нет, у него не будет глаза в кучу идти. Ну, в принципе, у нас так и было. А почему мы подвинули ее к окну, ты не помнишь? Потому что здесь было мало места нам. А, это не было? Нам показалось, что больше места, когда она на кровати, он там стоит. Нет, я вспомнила, почему мы ее двигали к окну, чтоб Максим не падал. Точно. Когда я на работе, чтобы он не парал. А сейчас, если я буду на работе, то просто пускай, он падает. Ну, лучше, чтобы он придет с кровати, чем с окна, да? Ты это такое, ответь, пожалуйста, что за отпечатки. А я у мамы вот так тело, волка у мамы тела. Слушай, этот песок на стоянке раздражает. Он просто ужас. Да. Держи камеру, там запись идет. Стоянку надо было нормально. Ты рассказывал, куда мы едем? Нет, сейчас все расскажем. Опять интриганты, да? Да. Зайка, ну вот сейчас у нас в городе ветер, мне кажется, если вас будет сильно качать очень, и ты чувствуешь, что тебе уже херово, тебе нужно лечь на пол ровно, и тогда меньше качать будет. Нет, поверь мне, я по себе знаю это. Ты так водит? Да, честно. Поврешь ты все. Я серьезно говорю, если на корабле тебя очень сильно качает, качка большая-большая идет. А когда на море качка. И если тебе уже плохо, ты чувствуешь, что тебе уже будет это, то ты должен лечь на пол, и ты это качание чувствуешь меньше. В лифт, когда падает, тоже на пол надо лечь. Когда лифт падает, тебе надо, когда он будет уже перекреститься. Перекреститься. Нет, когда он будет приземляться, ты должен подпрыгнуть, чтобы куда-то... Нет, 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 надо лечь. Почему? Подпрыгивать нельзя, это опасно. Я читала недавно. А? Да. Да. Короче, друзья, всем добрый день. Мы сейчас опять куда-то едем, и сейчас мы вам скажем, куда. А мы едем опять же провожать Монечку. Она от нас уезжает, сваливает. Сколько Моника? До воскресенья? До воскресенья. До воскресенья. Сегодня получается четверг. Она только дома будет в воскресенье. Мы ее опять же провожаем в Ригу, а с Риги у нее получается круиз на пароме в Стокгольм. Да, Моника? Мы насчет этой поездки долгостарственника думали отпускать ее, не отпускать. Но она едет с бабушкой, с дедушкой и с моим младшим братом, получается, с Войкиным дядей. Вот. Мы насчет этого долгостарственника думали, потому что вы знаете, как мы относимся ко всем этим поездкам, как мы относимся к нашим детям, как мы за них волнуемся, все. Но мы отпустили. Так что, получается, она в воскресенье приезжает домой, и в понедельник начинается школа, получается, с корабля на обал. А я на подсколе по поезд раздетый, в тёмте, в бачке, в бачке, в бачке. В бачке, в буту с микрофоном, как с оружием, беденка, время, бегите китак, бегите китак, и если горе от ума, сука, пусть так. Так, Монечку мы отправились сходить с Фалинкой купить себе билет на автобус. А мы с Машиной сейчас здесь подождем, походим. А у нас все-таки лезет с машины вылезать. Обленилась? Рука длинная. Рука длинная. Ты можешь её ещё вытянуть? Неа. Пошли. 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 Купила? Покажи. Какое место? Тризис Медпирма. У нас есть часть времени, мы специально приехали пораньше, чтобы... Ну, мало ли... Нет, у тебя это не так. Место будет. Да, мало ли билеты раскопят. И то, 31-й это ближе к концу, да, Монь? Начало. В смысле, начало? Первые места. Не, ну, 31-й это ближе к концу. Мам, ну, откуда я знаю? Ну, почти. Сколько в автобусе мест? 42, не знаю. А сколько в автобусе мест? Откуда я знаю? Да. Может там 80-х или 90-х. Супер. Мы поедем в Депо. А ты хочешь? Что? Короче, он такой классный человек. Он дома. Я знаю, что ты классный. Я самый лучший. Еще самый скромный. И самый скромный. Я дома говорю. Я позитивный. Офигенный. Шикарный. Продолжать? Вообще, мужчину этот пипец, как не красят вот такой вот, да? А еще, я... Мужчина поскромнее должен быть. Тиран. Друзья, я говно. Так будет лучше? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мужчина должен быть поскромнее? Нет, напишите в комментариях, какой я человек. О, давайте. А следующее видео, какой я, да? Давай. Или это же? Пишите, короче, нам, какая она и какой я. Со стороны тип виднее, да? Да. А я? О, а Моника какая? А какая я? А Моника такая шикарная. А какая я? А какая Макси? А какая Макси? А какая Макси? Если тебе напишут, что ты говно, то я тоже говно. Шикарная. Мне не напишут, что я говно, потому что я не говно. Я шикарный человек. Разговаривайте. Я надеюсь, я записываю это все? Да. Да, я все записываю? Шикарная, Моника кофетка. А я кто? А ты какашка. Сорделька, да? Мама кофетка. Сорделька. Мама шикарная. Арбариска. Девочки кофетки, а Макси? С мяткой. Мама шикарная. Сорделька. 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 Номинаю колбаску. Это чтобы вы знали, о чем мы говорим в машине. Смотрите, здесь раньше была вечерняя школа. Кто здесь учился? Пишите. О, трамвай. Чук-чук-чук-чук-чук. Да, это раньше была вечерняя школа. Еще в мое детство. Вот. А потом она переехала. Я не договорила. Я ему дома говорю, надо в депо заехать. Клей купить, потому что у нас в ванной крючок отвалился. Полотенце некуда повесить. Да, но ты сказал в депо. Я же понял, что у меня есть клей. Сначала он мне говорил, знаете, я говорю, что нужно для того, чтобы крючок пришпандарить. Он говорит, мне нужен выходной для этого. Окей. Дождались выходного. Один, второй, третий, десятый. Я говорю, что тебе нужно для этого? Смотри, вот выходной. Он такой, клей мне теперь нужен. Я не успеваю это сделать, честно говорю. Ладно, ладно. Потому что у меня и то, и то, и то. У меня много дел с зайником. Я не успеваю, да, это займет полчаса сделать. Даже может и быстрее. Клей, крючок, полчаса. Ну, я сказал, даже может быть и быстрее. Ну что, мне приклеить? Давай я приклею. Я сказал, что... Тебе стыдно потом не будет? Не будет стыдно. Не будет, если я приклею крючок? Нет, потому что ты это не сделаешь. Понятно? Еще хочу напомнить тебе про жалюзи. Получил я втык сейчас. Нет. Про жалюзи я хочу напомнить. У нас скоро зима наступит, а жалюзи мы так и не сделаем. Починили. Ждем еще раз. Мужик сказал, что через полгода сделает. Да. Как бы мужик сказал, сделает. И не надо мне каждые полгода напоминать это. Окей. Пишите, пожалуйста, как у вас. Если надо принять память. Тоже надо напоминать или нет? Почему-то мне кажется, что у всех мужчин плохая память. Это не так? Или это так? Мне не кажется, что это так. Но есть. А может быть, мужчины просто настолько хитрые, что они делают вид, что не помнят, потому что не хотят это помнить. Вот вы думаете, что вы хитрые, но мужики еще хитрые. В последнее время я думаю, что все-таки мужчины все всегда помнят. Конечно. Но ему проще женщине сказать, я забыл, чем объяснять, почему он это не сделал. Мужины все помнят, мужчины все знают, мужчины все умеют. Холин. Ну да, они говорят, я забыл, потому что не хотели это делать. И проще сказать, я забыл, чем я не хотела, да? Не трогай. Как думаете? А кто мы едем? Опять все то же самое. Мы. Мы. А Миленки тоже не было в тот раз с нами? Не было тоже в Миленке. Та же платформа номер один. Мы все здесь. Нет? Я опять провожаю Молю. Машина? Машина туда. Малю. 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 Ну да. Малю. А когда на море качка и бушует ураган. Ну дай буси ей нормально. Давай, давай, заново, давай. Все, давай. Монь, пока. Монь! 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 Пока! Монь! 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 Красота! 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 Ахахаха! Они братишки. Сказать, что мы Монечку посадили на Автолу. Чтобы он не встречал через час. Смотри. Три. Опа, скинул. Мы проводили Монику. Полиночка! Ты можешь, пожалуйста, потише? Потише. Она. Ну, она у нас девочка такая с характером. Если она не захочет, то она это не сделает. Сейчас пока едем. Я хотела с вами кое-чем поделиться, потому что я буквально недавно мне в рекомендациях вылез один канал. вылез. Почему вылез? Потому что я поняла. Потому что было видео про Лепую. То есть, семья молодая посетила Лепую. И мне так было это интересно. Я смотрю канал Лепы. Я поняла, что они не из Лепы, но из Латвии. Я так поняла, из Риги. Я это видео как завороженное посмотрела, потому что очень снято было интересно про наш город. Я, конечно, эти все места знаю, но это было глазами гостей, да? Я ему просто рассказывала все, да. И это была такая озвучка интересная. Я даже о нашем городе узнала новые вещи из того видео, новые какие-то моменты, потому что люди, видимо, подготовились. Они засняли. Тише. Они засняли очень интересно. И я пошла, посмотрела на канал. Думаю, что за... Мне не попадался такой канал на глаза, да? Хотя из Латвии, если теги идут, ну, одни и те же, то попадаешься на глаза. И мне очень понравился канал. Канал называется Илюшина Танюша. Я посмотрела, потом как завороженная пошла эти видео смотреть. Знаете, они такие необычные ребята. Зная вас, наших подписчиков, вам понравятся. Потому что они такие самобытные, что ли. Они такие спокойные. Их видео смотришь, и как-то на душе хорошо. Они поют с мужем шикарные песни. Они поют шикарные молитвы. У них ребеночек маленький. Ну, наверное, как Максимка я там поняла по видео. Ну, примерно. Может поменьше. В общем, оставим внизу ссылку. Потому что нам от души хочется их каналом поделиться. Потому что они какие-то волшебные ребята. Согласитесь. Поддержи. Ну, конечно. Он со мной тоже посмотрел несколько видео. Я тоже посмотрел парочку видосиков. Они мне очень, кстати, понравились. Так что, друзья, переходите по ссылочке. И вы посмотрите их. И вы не пожалеете, что мы вам про них рассказали. Если подпишетесь, если понравится, передавайте от Черновых привет. Потому что, я думаю, они не против, что вот мы о них рассказали. Ну, потому что, действительно, они такие какие-то. Вот я сейчас вспоминаю. Прямо улыбаться хочется. В общем, вот так. Друзья, всем привет, всем добрый вечер. У нас вечерок. И мы решили так, что перед сном надо пойти с детьми прогуляться по морю. Я хочу с Полиночкой искупаться, а Настенька с Максимкой потопает. Но Настенька не планирует даже на песок вставать. Да, потому что вы как поняли, что этот песок приплюснутый и он липнет. Вот. Миленочка наша на тренировке. Не склеим. Да. А Монечка, к сожалению, да, она уехала от нас. Она уже с Салдуси. Она уже написала, что она проехала с Салдус. И она в Риге должна быть где-то 8-20. Двадцать. 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 А еще, представляете, вчера Миленочка, она ходила с подружками в СПА-центр. Одна сама. Отмечали начало. Без нас. И это они, получается, отмечали... Отмечали этот учебный год. Который начнется. Который начнется с понедельника. Они сказали, что когда уроки начнутся, им будет некогда отмечать. Можно сейчас пойдем? Да, да. Вот так, получается, Миленочка уже отметила 1 сентября и Монечка вот тоже поехала сейчас отмечать. А как отмечаете вы обычно? Напишите, пожалуйста, идете ли вы 1 сентября куда-то с детками? Какие у вас, может быть, есть традиции? Мы раньше всегда собирались, вот когда мама твоя жила, помнишь? Мы всегда стабильно, после линеечки, но тортик... Собирались у родителей, да, ели большой-большой арбуз и ели большой-большой вкусный торт. Ну или куда-то ходили в кафешку с детьми, да? Да, получается, все разъехались и не с кем собираться. Надо не говори. Зайка, а что это у нас происходит впереди? Ой, так закрыто все. Забор стоит, все. Ну, поехали. Мы не знали. Я не знал, что у нас здесь, что-то какие-то происходит. А, ну, может, не яхты, а эти, которые на этих... А серфингах. Да, серфингах, которые катаются на этих парусниках. Ну, едь, проезжаем. Ну, что, там же не только кирпича. Думаешь, не пустят нас, выгонят? Не, не собиралась. Я хотела с Максом уже здесь погулять. Вот здесь будешь, по сторонке? Ну, я не буду в песок идти. Это мне выедали. Вот здесь встать. Вот, товарищи, что здесь происходит. Латвийский чемпионат. Чемпионат, короче, Латвий, по Бурошина. А Бурошина, ну, серьезно, что это? Это гребля. Гребля или нет? В общем, мы не знаем, что такое Бурошина. Видите, Буру, Скола. Ну, кто знает, переведите, пожалуйста. Лень телефон открывать. Ты реально не знаешь, что такое конкретно Бурошина? Ну, Зая, ну, я не помню. Я перевести не могу, честно. Сейчас мы узнаем. Ну, лодки стоят. Что еще? Какие-то серферы. Палатки. Полин, как думаешь, что там происходит? Ну, при этом это чемпионат Латвии. Как звучит, да? Мы знали, куда идти, да? Чемпионат Латвии. Может, и закончилось, правда? Я думаю, закончилось, да? Полин, наверное, здесь было что-то интересное днем. Как думаешь? А, да, они все купаются. Смотрите. Мам. Вот посередине там. Они там. Но сейчас... А, вдалеке что-то есть, да? Ну, просто серфинг. Да. Как обычно. Они там просто катаются. Вот ветерок. Ветерок, волны, все для них, да? И все для меня. И все для тебя. Будешь купаться? На береге. На береге просто? На береге просто. Я теперь папе там кухню, а папе там места. Все понятно. Ты хочешь здесь побыть? Мы, как и обещали, на песок с Максом не идем. Гуляем здесь на площадке. Да. Интересно тут? Наши купаются где-то. Где-то там. Я, короче, зануда, да. Я только все постирала от вчерашнего пляжа. Я только пропылесосила все заново. Все полотенца, все. И все равно, мне кажется, на зубах песок скрипит. В общем, нет. Не хочу. Не хочу. В начале лета это классно. А сейчас я уже устала от этого песка, от этого пляжа. Кто-то напишет, ну, блин, мы не насладились летом. Его было так мало. Как можно? Можно наслаждаться. Я не знаю. Видите, какие мы избалованы этим пляжем. Ну, вот такая, да, противная. Что ты бросил? Камушек, Максим? Где камушки? Там камушки, да. Мы тут так и погуляли возле этой вывески шикарной. Дальше никуда и не ходили. Ему тут понравилось, да, Максимка? Где вон папа, смотри, идет с Полькой? Вон папа с Полиной идет. Уже накупались они. Ну, зови, зови папу. Скажи, вы где были? Вы где были? Нет, не ползи, не ползи. Ты что, колени голые? Теперь! Скажи, дай руку. Здорово! Здорово! Застеснялся. Надо ходить ножками. Страшно? Так, ну что? Барби тоже купалась? Да, Барби тоже купалась. Где Барби? Водичка уже прохладная стала. Серьезно, вчера в центре как мы были не так, а? Нет, уже прохладная. Подержи. Полина, а где Барби? У тебя полотенце? А Полинка хоть чуть-чуть окунулась? Папа! А что у тебя еще было? У куклы сколько было? Два! Два у куклы было? Макс! Пап, где еще одна плачка? Идите еще. Вот одно. Ну ладно, надо, но и так. Послушайте, буроша, скорее всего это не гребля. Это он нес парус, она сказала по-латышски, куда ты несешь эту буру. Буру это парус, значит. Буру. Буруш у нас. Да, но это что-то с парусом связано. Не, да. Ну, наверное. В общем, вы такие образованные в этом смысле. Короче, напишите там шутка буру. Все, все, пошли. Друзья, всем привет. Всем добрый вечер, доброй ночи. То есть у нас уже 12 часов ночи. И мне уже позвонил братишка. Конечно слышно будет. Мне уже позвонил братишка. Макс. Хорошо. Он уже Монику встретил. После автовокзала они заехали, они заехали в кафе. Он ее накормил, потому что братишки, супруга с дочкой, они поехали на дачу. И он сказал, что у него холодильник пустой. Вот. Мы не смотрим, как мы выглядим. И поэтому ему пришлось племянницу везти в кафе. Молодец. Друзья, есть ли среди вас такие варикозники? Потому что, как вы знаете, у Насти варикоз. Заядные. Такое. Вот. И у нее сегодня очень почему-то на ноге вспухла вена. И очень сильно болит нога и тянет ногу вниз. Да? Что там еще? Я весь вечер лежу. Мы как приехали с моря. Все было хорошо. Ничего не предвещало. И тут я лежу. У меня как зачесалось одно место. Заболело. Одно место зачесалось. Ну, короче, там где... Ну, как эта часть ноги называется? Ляшки? Ляшки. Выше колена. Сильные вены. Чуть-чуть. У меня там сильные вены. У меня варикоз на ноги. И периодически появляются такие синяки. Да? Где-то что-то это. Я постоянно наблюдаюсь у врача. И тут первый раз так внутри все синее. Болит как синяк. Такой синяк, как будто меня дубинкой туда долбнули. Я в этом неоспустил. Может, ты ударилась? Нет. Тише. Или Максимка тебе что-то ударила? Это что-то именно с вены. И у меня сразу так начало болеть. Внутри все вспухло. Я эти ноги положила на стенку, короче. Мама сказала помазать яблочным уксусом. Да? Сделать компресс. Я побежал в магазин за яблочным уксусом. Он закончился. Помазал я эту всю ногу. Там можно долго-долго. Вот. Сейчас думаем, что перед сном сейчас возьмем и сделаем какой-то такой компресс. Если найдем, что он... Если у нас блины... Ой, не блины, а бинты дома. Я майкой твоей могу замотать. То серой. Не трогай ее. Самое интересное. И сразу так страшно становится, потому что вены это не шутки. Это опасно. Подожди, у меня рука сзади текла. Я сразу же звоню врачу. Поэтому я хочу записаться. Потому что когда мы, кстати, были последний раз у врача моего? Мы ходим к врачу. Раз в год. Или два. Раз в год. Раз в год. И мы были в том году. И надо в этом. У нас, кстати, осталось пару вопросов. Буквально немножко сделала скриншотов. Вот прикольный вопрос от Светланы. Добрый день, Настя. Расскажите, как вы оказались в Латвии? Почему дети говорят на русском? А в школе они учатся на госязыке? Недавно стала вас смотреть, так поняла, что вы русские. Интересно, что вас побудило покинуть родину? Представляете, какой интересный вопрос. Мы родились в Латвии. Мало того, наши родители, большинство из них... Чисто русскоязычная семья, которая живет в Латвии. Ну, это все пошло от дедушек, от бабушек. Они оказались в Латвии. Но это очень долгая история, да? Что твои, что мои. Тогда у всех, наверное, оказались бабушки и дедушки. По каким-либо своим разным причинам в Латвии. Например, моя мама родилась в Латвии. И я родилась в Латвии. Но мы русская семья, и мы все говорим по-русски. Наши дети тоже говорят по-русски. В школе они учатся по-русски. Но сейчас в Латвии такая фишечка, что русские школы все закрывают или переводят на латышский государственный язык. В Латвии один государственный язык – это латышский. Ну, вот как-то так. Ты не знаешь, какой еще будет вопрос. Это к тебе личный вопрос. Без подготовки. Ты хочешь на эти лопатки положить, что ли? Ну, да. Вопрос от Любы вроде. Привет, Люба. Есть ли… Нет, может и нет. Да, да, да. Есть ли у тебя лучший друг? Или, может быть, был? Расскажи такую историю. Но лучший друг в полном смысле этого слова. У меня лучший друг есть и будет, и был, и есть. Вот мой лучший друг. Она у меня лучшая подруга, она у меня лучший друг. Короче, она все, что у меня есть из друзей. Ну, ты богат. Да. Просто я, да. Я – это ты. Ты – это я. Я – это ты. Ну, а так, честно сказать, что лучший друг должен быть тихо. Молчи. Женщина. Твой день. Восьмой марта. Друг. Друг. Что такое друг? Друг – это… Меня не видно, не махай. Друг – это человек, которому ты полностью доверяешь. Который ты посвящаешь все свои планы, мысли. Честно, у меня такого друга нету и… А был? Ну, был, ну как, ну, в детстве… В детстве… Ну, в детстве у нас… Это просто компания, да? У нас было много людей, ой, много друзей. Была офигительная компания, где мы тусовались, где… Когда мы на улице встречаемся, есть что вспомнить, есть о чем поговорить. Но это не друг в полном смысле. Да, это просто друзья были. А вот такого друга, как вы спрашиваете, как вы думаете, я сказал, что это вот у меня лежит друг здесь. Так, ну что, Настенька уже пошла кормить Максимку. Пошла, так далеко пошла. Перекатилась на другой край кровати. Вот, так что у нас сегодня будем заканчивать видосик. Спасибо, что вы есть у нас. Спасибо, что вы смотрите нас. Подписываемся на канал. Те, кто не подписан, ставим пальчики вверх. И на сегодня говорим а-та-та. И всем спокойной ночи. Или всем доброе утро, или всем завтраки. Я не знаю. До завтра. Короче, просто до завтра, друзья. Все. А-та. Редактор субтитров А. Корректор А. А. Редактор субтитров А. Продолжение следует...